Здравствуйте, дорогие слушатели Живого Радио, зрители Живого ТВ. В эфире программа «Театр на изнанку» и я её ведущая Каэли. Сегодня у нас в гостях актёр Московского театра «Луны» Максим Щеголев. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, один из режиссёров, с которыми вам довелось поработать, Ежи Гротовский, говорил, что при выборе профессии он колебался между тремя. Это востоковедение, психиатрия и режиссура. А у вас стоял какой-то выбор? Ну, я немножко уточню. Дело в том, что Ежи Гротовского я живым уже не застал. Я работал с его учениками. С одним из прямых наследников – это Томас Ричардс. И непосредственно на ваш вопрос. Передо мной выбор как бы, да, стоял. Я хотел быть стоматологом. Очень хотел быть стоматологом. К этому готовился, учился. Учился в химико-биологическом классе. У меня мама – врач. И мы всё время готовились. Атласы медицинские. Но как бы судьба распорядилась так, что моё желание не состоялось. И дабы не попасть в армию, мне надо было как-то, чтобы пытаться поступить на следующий год, как-то протянуть время, чтобы не уйти в строй. И у меня была знакомая, которая, она и сейчас моя знакомая, которая работала в Воронежском ТЮЗе. И она говорит, чего, иди в Воронежский государственный академий искусства, актёрский факультет, попробуй. В конце концов, не понравишься, через год уйдёшь и будешь заниматься тем, чем тебе хочется. И я пошёл и поступил. И когда вышел первый раз на сцену «Я никогда не забуду», это был отрывок памяти физических действий. И вот этот так называемый катарсис был испытан. И из-за него, собственно, потом уже у меня не возникало никаких вопросов, чем я буду заниматься дальше в своей жизни. А родители никак не отговаривали? Папа был против. Папа был против всегда. До, наверное, момента, когда, ну, когда не состоялась какая-то первая значительная роль. И первый значительный какой-то прорыв. Ну, значительного, конечно, ещё не было, но такой заметный в кинематографе. Вот это случилось два года назад. И два года назад Папа как бы поддержал уже окончательно мой выбор и сказал, что молодец, давай, двигай дальше. — А до этого всё пытался отправить стоматологию? — Нет, стоматологию надо отправить уже не пытался. Он говорил, что, может быть, ты займёшься ещё чем-нибудь, может, ты попробуешь это, попробуешь то, попробуешь ещё что-то. Но не понимал, а потом, когда увидел, когда увидел спектакль, и так как-то было. — Какой спектакль он увидел? — Он увидел Ромео и Джульетту. — А и какова была его реакция увидеть шесть мужчин, прыгающих в женских платьях? — Папа у меня всегда отличался демократическими взглядами на жизнь, тем более на искусство. В принципе, к искусству с самого раннего возраста Папа начал меня увлекать, потому что он увлекался очень сильно живописью. Коллекционировал журналы, атласы, вот всё, что было с этим связано. Издавались раньше книги, коллекции, там, вот, я не знаю, Третьяковской галереи. И вот это всё у нас было, и он в этом разбирался очень хорошо. И всегда пытался, как бы, нам это привить. Он коллекционировал марки, только вот связанные с изобразительным искусством и скульптурой. Всё вот это. Огромная коллекция осталась сейчас в Воронеже дома. И как-то для него это не было, во-первых, шоком. Во-вторых, он был готов, потому что, когда этот спектакль ставился, это же всё обсуждалось по телефону. Когда я приезжал, всё это рассказывалось. Это же ещё происходило, когда я учился, был четвёртый крайний курс уже. И он знал, что такая постановка есть, как она происходит. Ну, и когда он увидел, он, ну, был немножечко потрясён, потому что, ну, как бы, все считают, любое какое-то предложение в какой-то новой иной форме, оно, ну, как бы, уже, как бы, калечит самого автора. И, ну, всё равно это было принято и было похвалено за новаторство. А как Вы из Воронежской академии искусств попали в ГИТИС на курс Проханова? — Получилось так, что в Воронеже мы почти закончили первый курс, и по нашему институту пробежал слух о том, что приезжает Сергей Борисович Проханов в гастроли «Ночь нежна», и он объявил, как бы, официально добор на второй курс к себе при ГИТИСе, и он смотрит мальчиков. И те, кто хотят, как бы, показаться, приходите в Театр оперы и балета, тогда-то, тогда-то, и приготовьте программу, почитайте, вдруг что-то получится. Ну, и вот мы пошли. Мы учились вместе с Димой Апсатаровым и с Алёшей Лосихиным на одном курсе в Воронеже. Вот мы этой троицей пришли, показались, весной нам, в мае, нет, уже, наверное, летом нам позвонили, в июне, и сказали, приезжайте, сдавайте экзамены. Мы сдали экзамены, и все втроем, вот как пришли в Воронеже, показались, так втроем пришли к нему на курс. — А какой был первый спектакль, сыгранный в Луне? — Первый спектакль был «Фанта-инфанта», это был детский спектакль, я еще застал, и мне посчастливилось сыграть с Евгением Стычкиным несколько раз, он играл роль Блэкстара, у меня была практически бессловесная роль, роль художника. Ну, это, в этот спектакль я попал, мне кажется, благодаря тому, что занимался танцами всю жизнь, роль пластичная, пластический рисунок очень такой, ну, немаленький, много надо было двигаться, танцевать, и, видимо, из-за этого был привлечен в эту работу, ну, и благодаря этой работе был принят в труппу, и был оставлен, видимо, тоже благодаря только этой работе. — Так, ну, прошло время, и вот тот самый спектакль «Ночь нежная», который показывали в Воронеже. — Да, круг замкнулся. — Так, главную роль. Расскажите, как вы сами представляете своего героя, и кто он для вас? — Героя. Знаете, для меня, как бы, дело в том, что построение спектакля, оно нестандартное, там нет прямой перспективы развития событий, там такой применен, как бы, приём театральный, он, скорее, в рыже кино, потому что есть моменты, когда сюжет возвращается, там, до события, до события, которые потом будут после, потом, как бы, в наше время, и вот это вот всё время такой калейдоскоп и смены мизансцен, как бы, они не позволяют, грубо говоря, как бы, в классической манере вести спектакль, и поэтому для меня основой в этом спектакле всегда являлись темы. И основная тема для меня всегда была и будет, наверное, ещё долго в этом спектакле, это именно тема, ну, греха. Для меня она основная, потому что человек, грубо говоря, искусился, согрешил и за это понёс наказание. В виде потери всего семьи, дома, детей, любимые и одиночества. Ну, и в спектакле решено, что этот персонаж, он попадает в сумасшедший дом. Финалом спектакля является это, а в романе, конечно, финал немножечко другой. Ну, одиночество – это одна тема и для художественного произведения, литературного и для театрального. А как героя – герой. Ну, я всегда пытался показать, что, точнее, в финале привести к тому, что при всём, при том, что у человека всё было, он всё потерял. И потерял, как бы он понимал, он осознавал, что он делает, но всё равно он, как бы, в этом даже есть какая-то поэтика, в том, что он окунулся в это со всем своим существом, со всей душой, всем телом. То есть он грешил так по полной, ну, и по полной получил. Возвращаясь к спектаклю «Ромео и Джульетта», подобную тематику в Болгарии ставила Абаджиева, если не ошибаюсь. Да, это перенос был болгарского варианта спектакля на российскую сцену. Она ставила спектакль, основная тема – это несовершенство современного мира, несовершенство любви. А о чём ваш спектакль? Мы сохранили эту тему, мы пытались её сохранить, точнее, эту тему. Ну, кстати, вчера у нас был спектакль «Ромео и Джульетта» и была «Лиля», о чём мы узнали, я, по крайней мере, узнал в 6 часов за час до начала спектакля, когда приехал в театр, и она после спектакля нам отказала всё. Ну, как бы, не ошибки, я даже не знаю, как это назвать, потому что, конечно, спектакль изменился очень сильно. И, наверное, те основные моменты, которые она указывала и на которые она, грубо говоря, пыталась обратить внимание зрителя, то мы их растеряли. Мы их растеряли, и спектакль, конечно, грубо говоря, не её. То есть он уже как самостоятельная единица, я не могу сказать, плохо это, хорошо, но как бы со временем вот случилось так. Пять лет она его, четыре года она его не видела, и вот через четыре года она его увидела, и... Но она не ужаснулась, она, конечно, она просто признала тот факт, что он другой, она попросила нас вернуть некоторые вещи, которые, возможно, вернуть даже в той форме, в которой они пребывают сейчас, сам спектакль. Но это другой спектакль. И я не знаю, тема... Мы пытались, когда мы ставили его и репетировали, работали над ним, всё вот то, что вы перечислили, мы пытались это делать. И мы делали это какое-то время, а потом под влиянием, не знаю, позитивных моментов, не очень, публики, времени, того, что мы тоже люди, мы тоже растём, меняемся, эволюционируем, тоже что-то многое поменялось. Так, у нас там есть вопросы в чате. А вот вопрос проекта «Бедит Пиаф», можно про это? Дело в том, что это было... Ну, как это сказать? То есть изначально, наверное, я, может быть, не прав, но изначально идея, тема этой в театре «Луны», это была идея Евгения Коряковского, который однажды... Мы в одной общежитии, у нас творческие ночи, дни, с круглыми сутками мы пребывали вместе. И, конечно, однажды он принёс просто на кухню пьесу, сказал, вот, есть такой материал, есть Иришка Зайцева, которая вылитая, просто «Бедит Пиаф», замечательная девочка, одарённая от Бога всем, чем можно одарить. И мы как-то втроём собрались и решили, все мужские роли мы раскидали друг на друга, и совместно, этюдным методом, спокойно, ну, не совсем спокойно, со скандалами, с криками, с битьём посуды, полеванием друг друга чаем и идиоматическими выражениями мы создали спектакль, который назывался «Бедит Пиафа». Это была наша дипломная работа, такая как бы негласная, мы показали спектакль всего два раза. И из этого, как мы считаем, ну, и как, в принципе, и получилось, Сергей Борисович потом, как бы, ну, нам так кажется и хочется верить, что именно наша работа послужила такой опорной точкой для создания его спектакля. А как стоялось ваше знакомство с Анатолием Васильевым? Это знакомство, вот я уже говорил об этом знакомстве, как бы не хотелось бы повторяться, но, как бы, дело в том, что, ну, хорошо или плохо, но когда мы заканчивали обучение в ГИТИСе, как-то так ситуация сложилась, что было мало дипломных работ, я старался посещать другие учебные заведения и смотреть, что делают ребята. Ну, это и, как бы, и сознание конкуренции и всего остального. То есть, в профессии надо понимать, кто твой друг, кто твой враг. Ну, такая была у меня политика и мысль на тот момент. Я смотрел работы, которые делают, как бы, наши ровесники. Ну, и по сравнению с ними, мне казалось, что ситуация наша плачевна. Ну, по крайней мере, моя. И я хотел идти учиться дальше. И я хотел идти по окончании ГИТИСа поступить в Амхат, потому что там Алла Борисовна Покровская. Я видел, как она, какие работы она сделала со студентами, и мне очень хотелось встретиться с этим человеком в работе. В работе, в учебе, ну, в жизни. И ради этого я хотел идти в Амхат и поступать. Ну, сложилось так, что четыре раза я приходил. И по воле судьбы, то я не успевал свою десятку, то меня не пропускала охрана, то меня пускали, ну, разно. По-разному, четыре раза я пришел, четыре раза я не попал на прослушивание на первый тур. И в четвертый раз, уже выйдя из Амхата в Камергерск, я сел на ламочку, закурил, мне позвонили на телефон на мобильный и сказали, что вот завтра я иду показываться к Анатолию Александровичу Васильеву. Хочешь с нами? Я сказал, хочу с вами. Ну, приготовь стихи. А у меня все было готово. Я готовился к выступлению в Амхат. И мы пришли. Показались. И я был взят в творческую лабораторию. А потом, пока он выпускал на тот момент спектакль «Илиада», песня 23-я, и там я был приглашен в этот спектакль, введен. В итоге введен и играл его, благодаря чему посетил неимоверное количество европейских стран, фестивалей, получил массу положительных эмоций. И работа с мастером, конечно. Расскажите про спектакль. Песня 23-я. На моей памяти и вообще, сколько я видел, я, наверное, все-таки немного, чтобы так красноречиво об этом заявлять, но это был фантастический с точки зрения, да с любой точки зрения проект, потому что в одной работе Анатолий Александрович пытался объединить восточные практики, как УШУ, и исполнение этих практик актерами. Текст и, как бы, текст мистериальный, как «Илиада». Ну и работали мы с текстом тоже по специфической, как бы, был специальный тренинг голосовой, потому что, как бы, передать энергию в слово, как утверждал мастер, и как, в принципе, в итоге, я с этим согласен и согласен все исполнители, с кем я работал в этом спектакле, нужна специальная постановка до голоса и специальный метод прочтения этого текста, гигзометра. То есть мы занимались этим, и все это мы пытались объединить в одной работе. То есть человек, как бы, который может, параллельно двигаясь, параллельно передать сюжет за счет тела, которое выполняет отдельный рисунок, мизонсценический, и за счет слова, которое исполняется в определенной технике, с определенной подачей. То есть это была такая работа уникальная по своей сути, потому что через физическое действие мы передавали, грубо говоря, мы пытались передать, как бы, не сюжет, а через голос, через текст мы передавали непосредственно сюжет Ильяды. Это такая синтетическая работа. Это была абсолютно синтетическая работа, и она уникальна. Я считаю, что таких, наверное, больше не будет. А что вы можете сказать о Васильеве как о мастере? Это гений. Это гений. И мне очень посчастливилось, что, как бы, я к нему попал. И я считаю, что все, что сложилось на данный момент в моей жизни, это благодаря ему, благодаря Сергею Борисовичу, благодаря жизни, благодаря опыту. Все, как бы, не может он... Я не могу разделить, как бы, все в общем, весь опыт. Но, как бы, эта встреча, она уникальна, потому что, как этот человек разбирал тексты, как этот человек работал непосредственно с актерами, как он работал над каждой мизансценой, он вообще исключал мизансцену как таковую, потому что в лабораторной работе чаще всего у нас был текст, и было два стула. Все. Ты, партнер, и текст. И больше у тебя нет ничего. И вот самое сложное, как оказалось, и самое легкое, на самом деле, это сыграть и передать темы, содержание текста, превратить литературное произведение в произведение сценическое, без вообще сидя на стуле и просто, грубо говоря, говоря. Потому что, на самом деле, театр – это искусство слова. И слово – это основа, я считаю, театра. Мизансцена – это, как говорил часто Васильев, это только способ, чтобы прикрыть, помочь актеру. Но это никогда не может быть, не являться самой сутью. Самим театром не может быть мизансцена. Основой театра является слово. И актер, который его произносит, который вещает. Действовать надо словом. И уметь действовать словом. Если, ну, я еще, я не научился, я надеюсь, научусь к итогу своей жизни. Успею, успею это познать и овладеть. Но, по крайней мере, какие-то вещи были показаны. И были такие работы фантастические в лабораторном, именно во время лабораторной учебы, в существовании. Когда на моих глазах происходило чудо. Когда ребята играли Шекспира, Оттелло. Играли, причем, не черный человек, негр, не Дездемон. Дездемон иногда мог исполнять мужчина. Но диалог игрался так, что ты всей своим телом, всей своей душой, я не знаю, это невозможно передать. Испытывал вот это ощущение, за которым все театры бегут. Когда перед тобой сидит два человека, а ты не видишь двух человек из стульев. Ты видишь ситуацию, ты видишь сюжет. Ты слышишь текст, ты все воспринимаешь, и становится сразу текст для тебя. Ты его понимаешь. И частая проблема в том, что, когда персонаж что-то говорит, раз-раз и все мимо пролетело. И ты как бы даже не понял, что произошло. А здесь каждое слово, каждое гласное, согласное, все, оно прямо вот тебя цепляет, как будто ты, я не знаю, гитара, и каждую твою струну постоянно дергает. Ты не можешь остаться беззвучным. То есть ты начинаешь на это откликаться. Ну, такие чудеса происходят. Благодаря Анатолию Александровичу Васильеву. А сейчас уже не участвуете в спектаклях? Нет. В школу драматического искусства я не участвую. Был уволен три месяца назад за непосещение этого театра на протяжении года. Потому что позапрошлым летом с мастером и последний раз, я, по крайней мере, виделся в Авеньоне на театральном фестивале. И все, после этого он остался во Франции. И началась вот эта катавасия с разделением, расформированием, переформированием, назначениями какими-то. Как бы я от всего этого отошел и отошел от театра. А как вы попали к японскому режиссеру Судзуки? Это благодаря Анатолию Александровичу Васильеву, с которым работали, работали, работали. Потом он в какой-то момент подошел и говорит, вот будет отправлен такой курс сборный с разных театров Москвы, учебных заведений. А они друзья с ним. И ему было позволено послать любого человека, которого захочет он сам. И он просто пригласил меня в кабинет, говорит, поедешь? Я говорю, поеду. И поехал. А в чем особенность актерского, режиссерского метода от Тадачи Судзуки? Вот если, например, Анатолий Александрович всегда обращал наше внимание, то что на самом деле все основы, основы заложены в античной культуре. И в христианстве. И это как бы является первопричиной для любого действия, в принципе. А если ты хочешь подключить душу, то это единственный материал, от которого ты можешь взять. То вот Тадачи Судзуки у него, у них, ну это вообще Япония, вы знаете, другая планета. Туда приезжаешь и начинаешь потрясаться просто с выхода из самолета, когда стопроцентная влажность и жара под 30 градусов. И вот эти вот люди маленькие, такие очень активные, их очень много. Все время что-то происходит специально. Все у них очень чисто. Все вот это техногенно-технократия, когда я курящий человек, и у них нет таких мест для курения. У них стоят такие стеклянные будки, которые полностью вакуумно закрываются. Там все есть. Лавочки, столики. Стоит аппарат, где можно тут же купить сигарет, лежат зажигалки. Тут же можно купить водичку, чтобы попить. Все это облагоустроено. Но ты сидишь в клетке. В прозрачной стеклянной, как в зоопарке. И все проходящие. Ты видишь окружающий мир, но ты видишь его через стекло. Это такое ощущение создает, как сразу хочется бросить курить, потому что ты чувствуешь себя каким-то, я не знаю, инвалидом. Вот эти расцветки у них, дорог, которые все, там всех цветов радуги, иероглифы, все вот это мигает, вот эти их любимые игрушки с крестиками вместо глаз, вот это вот все. Понимаете? И как бы, вот и Тадаси Суцуки, он такой у него вот театральная база, где мы были. Это город Того, это около километра над уровнем моря в горах. Специально построена база, несколько сцен, несколько площадок, крытые, открытые. Сделана одна площадка, как амфитеатр греческий, на открытом воздухе. Напротив, прям как фоном, существует гора, за которой уходит солнце. За сценой также существует пруд, где вот эти вот каменные фигуры, вот они там аисты, вот это вот все журавли, вот это их искусство, я не знаю, как оно называется. И все вот это вот пропитано. Естественные декорации. Да, абсолютно естественные декорации, когда это еще подсвечивается ночью светом. Это, конечно, фантастическое зрелище. У него вот все основано было на самурайских техниках. То есть у него все актерские тренинги, они в основном физические. Они были направлены на тренировку тела. То есть если Анатолий Александрович всегда пытался, грубо говоря, тренировать нашу душу и открывал в нас какие-то вещи, о которых мы вообще не могли предполагать и знать. Но за счет какого-то он все время заставлял нас читать больше, все время обращать внимание на древнегреческие трагедии, древнегреческие мифы, все время обращал нас к Библии, к этим притчам. Потому что он говорил все там. То здесь обращение было больше к такой, к земле, к физике. То есть надо много тренироваться, упорно. То есть голосовые тренинги были все такие. Прямо вот если ты определенного напряжения в теле не создашь, то и звук, который он хочет, не получишь. И все это было, вот как это назвать-то, вот если, вот для меня лично это было как-то немножко, надо было как бы разозлиться. Так я прям чувствовал иногда, что энергия как бы она, которая она, да, выход есть, но он не позитивный. То есть тебе надо было совершить какое-то, ну это всегда нужно совершить какое-то усилие, чтобы что-то сделать, чтобы началось какое-то движение внутри, снаружи, неважно. Не сделав это усилие, ничего не получится. Но вот это усилие в Японии, которое приходилось сделать, оно было, может оно было от непонимания. Вот прям вот я прям вот чувствовал какой-то негатив. Хотя вот эти самурайские техники говорят, что на защиту были направлены. Ну, ну как бы на позитив вроде, ну там техника одна, защита и атаки одним ударом, это все как бы, ну в итоге все же смерть, у них же культ смерти. У них же это все, если самураев смотреть, то они все стремились, грубо говоря, к смерти. Но они, как бы смерть для них, это была как дверь в жизнь, а жизнь это как путь к двери. И вот это, видимо, вот эта приобщенность именно к такому сознанию, она все-таки вот дает такой немножко негатив. То есть, если мы, как православные люди, боимся этого, смерть это как страшный суд, потому что все, ты останешься один перед Богом и за все будешь отвечать, то у них как бы это, что-то это другое все, совсем другое. И вот это вот, и вот я помню Тадаси Судзуки, он всегда вот, если он сравнений каких-то приводил, он всегда любил приводить сравнение с автомобилем. Вот он, и сразу в мозгу так всплывали там Тойота, Судзуки, Фонда, потому что он вот все время сравнивал какое-то действие актерское или какое-то движение, какую-то акцию он сравнивал с движением автомобиля. И какие-то вот телесные там вещи надо было если подключить, он тоже это сравнивал все время с двигателем, с какими-то с колесами, вот это вот для него сравнение он все время все сравнил с автомобилем, как он едет, За счет чего он едет Вот это я очень хорошо помню При всем при этом мы его все боялись Он во-первых очень хорошо выглядит А ему под 70 лет Все тренинги, упражнения Он показывал сам А там тренинги Поверьте мне Некоторые упражнения с первого раза Далеко не всегда получались А он показывал И при всем при этом очень хорошо выглядел И у японцев есть такая штука Что они как бы улыбаются Кланяются И ты никогда не знаешь что он там себе думает Вот как Не знаю с чем сравнить Вот вроде все позитивно И убило больше Не убило а просто вот такой Заметка такая была Что вот мы жили с японцами вместе В одном гостиничном домике Японцы которые Светом занимались Декорациями Работники сцены И они вот весь день нам улыбались Такие тихие Все скромные Там не звука Не ползвука А вечером они приходили домой После 10 вечера И а мы уже как бы ложились спать Потому что с утра у нас завтрак Очень жесткий график был Завтрак Упражнения Сон Упражнения Сон Просмотр спектакля Поход Еще Ну в общем День был расписан Там по минутам И приходили эти японцы И начинали как Знаете как бесы Смеяться Креметь Что-то кричать И это было настолько Всегда неожиданно Даже до последнего дня Потому что Вот совершенно Вот это Никак не сливалось Не вписывалось В то что Как бы ты видишь днем И вот он такой И мы все время думали Вот что же он долго устраивает Если Он такой тихий Но мы видели Несколько репетиций Когда он Они вообще У них очень такая речь Она такая Такая она очень активная И такая острая И поэтому Очень часто Невозможно было Отличит Кричит он Или просто Как бы Темпераментно Высказывает что-то Просто Чтобы отчетливо Слышали Но он репетирует Очень жестко с артистами Любая Малейшая ошибка Там в мизансене Построение спектакля Все сначала Прям там И актеры конечно Ну его боготворят Но у них Большая очень текучесть Текучка именно Артист В артистическом плане У него было всего По-моему там По пальцу можно было Пересчитать И все трупы Там больше 30 человек Люди которые Давно А так Обычно нам рассказывали Что к нему приходит Актер молодой Три года Он у него служит И потом уходит У них вообще Как бы такая практика В Японии в театре В основном Но они за это Они там пашут С утра до ночи Причем Актеры выполняют Вот когда Они выезжают Каждое лето В такой театральный центр Где-то Один у него В Сизоке находится А второй вот в Того В Сизоке я не был И они выезжают Всей труппой И актеры занимаются Всем Приготовлением пищи Стиркой Уборкой Они одновременно И техники И рабочие И Ну все То есть они Во всей полнотой жизни Живут Все профессии постигают Все знает Вот я не знаю И они вот такой Коммунный Коммунный Живут в течение Всего лета Вот пока нет Театрального сезона И проводят они Каждый вот этот выезд У них сопровождается Таким маленьким Театральным фестивалем Куда Тадаси приглашал Вот приезжал Терзополис Греческий режиссер Показывал Аякса Я помню Ну и японские театры Какие-то приезжали Должны были приехать А приезжал МХАТ Показывал Короля Лира Мне очень понравился Спектакль По-моему Он же и ставил Он же ставил И я помню Как они показались Только приехали И он попросил Их показать спектакль И мы видели Как бы Спектакль Который был Ну та же история Похожа на нашу Рамон Жульет И он после просмотра Ушел Потом вернулся И сказал Все Неделю до представления Мы репетируем И начал репетировать И я видел Как бы спектакль Потом два раза После его Недельной репетиции Ну это Сильно отличалось Еще был введен Артист Японский На одной из позиций Потому что Один русский актер Не смог приехать Из-за травмы Ну как нам сказали И Ну Это Было Другое Ну Это Это нормальная практика Потому что Когда режиссер Не контролирует Свою работу То она Конечно Она немножечко Она меняется Поэтому Васильев всегда Всегда Прежде чем Играть спектакль Это был Месяц репетиций Минимум По мизансценам По тексту По всему Изо дня в день Мы когда Выезжали на гастроли С песней 23 Вот у нас Один спектакль Один спектакль Мы играем на публику Мы приезжали за неделю Шесть дней репетировали По восемь часов в день Ну не все конечно было Прямо восемь часов Там как Как эти Как роботы Нет конечно Ну да конечно Иногда там Мастер Если мастер Там задерживался И давал Какое-то интервью Или мастер-класс И мы знали Что два часа Его не будет Мы могли два часа Позаниматься чем-то другим Более веселым Мы же тоже люди В конце концов Но дело в том Что это всегда репетировалось Всегда были прогоны Не один прогон был Прежде чем показать Представление на публику Все Вот все Были крики Скандалы Потому что Ну Человеческие организмы Тело Воля А еще когда тебя заставляют Трудиться Это сложно Когда ты еще мозгами Понимаешь Что ты вроде как Знаешь все Но ты Ну в общем Тут такой Не одного дня И часа Обсуждения вопроса Тем более Мне кажется Я слишком много говорю Умничайся Что я знаю Что я знаю Я вообще Что я знаю И поэтому Вот Как бы Очень сильно Изменился король Мне очень понравился спектакль Меня поразили все артисты Хатовские Анатолий Белый поразил Мне очень нравился Финальный монолог Еще предложено было Тадаси Судзуки Всегда предлагает Свои спектакли Как бы Что Как бы Жизнь Это как больница А люди Они такие Как больные Как инвалиды У него очень часто Можно в спектаклях Увидеть Кресла Каталки Вот эти вот Инвалидные кресла То есть У него все время Немножко есть Вот такой Больничный взгляд На персонажа Может он смотрит Как я не знаю Как на этих На пациентов И лечит их Я не знаю Но вот у него Такая форма И там был У Анатолия Белого Очень Вот финальный монолог И он Предлагал тогда Судзуки Короля Лира Как вот такого Человека На коляске И конечно Это прямо Вот я помню Это место Оно сильное Я вот его помню Наверное не забуду Никогда Потому что действительно Это было Какое-то такое Очень театральное Очень сильная вещь По Самовоздействию Судзуки Общаясь На каком языке У нас был переводчик У нас был переводчик И он говорил На японском Мы говорили На русском Ну конечно К концу Нашего пребывания Было известно Привет Пока Вот это Спасибо Он приглашал нас В дом к себе Даже пошутил Пригласил Говорит Пойдемте ко мне Есть мороженое Мы все пришли К нему есть мороженое И в какой-то момент У него была провокация Такая Он вынес Поставил на стол Бутылку водки И наблюдал Кто значит Будет пить Ну конечно Никто не притронулся Саке мне не понравилось Саке Ай Как-то я не вкусил Я объелся сусе Наверное На лет Десять вперед Но мы ели От пуза Но дело в том Что там рис Рис Все время Все с рисом Рис 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 Первый Второй Третий Десятый Рис Мы наедались Мы наедались Этим всем Но так как Я не знаю В связи с чем-то Связано С климатом С тем что это рис Или то что мы Всегда ели В одно и то же время То есть там Очень четко Такая дисциплина Прям график Мы все При том что Никто не голодал Мы похудели Там прилично Все Очень хорошо Все выглядели Девчонки Не пользовались косметикой Потому что Влажность стопроцентная И прям Все сияли Как Я не знаю Золотые доллары Такие счастливые были Воздух Горы Ну это конечно Невероятно Работать там Одно удовольствие Много гадов У нас прям рядом Была горная река В которой мы купались Ну это какое-то Было время Просто прям Фантастическое И при этом Мы работали Все было Очень приятно Очень радостно Звонили в Россию Звонили в Россию Оттуда И я все время Поражался Потому что Связь была лучше Чем я допустим Сейчас позвоню Матушке Воронежу Из Москвы То есть я не знаю За счет чего У них тогда уже Были эти Мобильные телефоны С этими С 5 мегапиксельными Камерами И мы потрясались Как это У нас еще тогда По-моему Пиком было 1 мегапиксель В телефоне А у них 5 У них уже Это видео вызов Вот это Они вдруг Ну это я говорю Это вот потрясение Очень сильное Япония Япония Это другая планета Совершенно Вот так У нас тут В чате Ага Илиада И молодые И злые Насколько Велика Амплитуда Ох-ох-ох Амплитуда Ну это вообще Разная Я даже не знаю Как это сравнивать Во-первых Кинематограф Сериал о строении Театр Анатолия Васильева Это Ну я не знаю Я даже не знаю Как Я не понимаю В чем вопрос И как Как ответить Если честно Ну ладно Тогда у меня Похоже И как бы Запланирован вопрос Мы к нему Попозже Тогда такой вопрос Работали с последователями Гротовского Да Попали К Томасу Ричарда Тоже Благодаря Они базировались В школе Театра Театра Анатолия Александровича И Он как бы Провел Ну не жесткий Кастинг Он как бы Сказал Кто будет ходить Кто не будет ходить И я был Из назначенных На хождение Но я еще Проявил желание Потому что Мне очень хотелось Мне вообще Очень хотелось Как можно больше Увидеть И познать Пока есть Такая возможность Потому что Например Сейчас я Наверное Не смогу Себе позволить Взять и уехать На какие-то Мастер-классы Потому что Семья уже Уже дети Уже не один Уже Голова болит Не только о том Как Себя куда-то Там Довести Донести Уже Забот побольше А Ежи Гротовский Пропагандировал Психофизиологическую Подготовку Артиста Да Есть такое Это можно уловить В тренингах Это отказ от себя Есть такое Есть такое У них очень много Обращено Вращение спектакля Свеобразное священное действие Да Это есть Есть А вот В чем заключается Эта методика У них очень много Основано Вот на У них даже Тренинг был Физический Как на Йоговских Позициях То есть Вот прям Позиции Когда Как же это Объяснить Во первых Тренинги делались Только в плавках В основном А группы Были смешанные То есть Девушки И мужчины Причем Совершенно Разные Комплекции И первые Первые Занятия Это было Тяжело Многим Причем Тяжело Потому что Ну ты почти голый А тебе приходится И валя Это разные тренинги Вот Йоговский тренинг Это он в основном Там разделяли На женские группы На мужские Но это из-за того Что как бы Интенсивность была разная И все-таки Девочек Жалели А мужские Тренинги Были такие Пожестче Но я вот Не знаю То что я видел Как бы Я видел их Представление Их перформанс Это действительно Вот имеет Такие ритуальные Вещи И там очень много Скрытых смыслов Которые вот Например Невозможно понять Если Не знать Определенную Литературу Или Ту тематику О которой идет речь Ну У них очень много Построено на вокале Именно Причем Вокал этнический Такой Откуда они выбрали Африканские напевы Бразильские Вот это вот Все оттуда То есть Например Голосовые тренинги В основном Заключались В том Что мы вот Распевали Разучивали Вот такие песни Ритуальные Ритуальные Да И Это тоже давало Свою силу Но и то Это все было Тоже у них Все было обращено К земле Мы всегда занимались Босиком Никогда не было Обуви Вот голый Босиком Потому что И При голосовых тренингах Вот при песнопениях От нас всегда требовали Определенной позиции В теле То есть Чтобы прям вот Нас заставляли Ощущать Вот как вот Энергия Она вот И выходит из земли И через тело Через голос Возвращается Возвращается наружу Ну Сложно Как-то рассказать Потому что Это был Очень длинный Процесс И Вхождение Вот Ну да Там очень много Ритуальных вещей Вот в основном Вот и спектакль Который я видел Вот все в основном Построено на ритуале И вот например Вот этюды Которые заставляли Играть Ну не играть А делать иногда Все через такое Сопротивление Вот например Девушек Очень часто Заставляли делать Такие штуки Как будто она рожает Это же Крик Вот эти Вот все такое Вот как будто Из нее выходит Там я не знаю Бес Вот Ну очень такие Жесткие формы Позиции Вот в тренингах Часто были такие Как бросало Разыгрывать детей Кота Ну вот Это сложно Объяснить на самом деле То есть Ну да Он вот Через какое-то Все время Заставлял тоже делать Какие-то Пограничные вещи Трогать То есть Если ты Кричишь То это должен быть Крик какой-то Прям вот Другой Если ты делаешь Какое-то движение Телом То оно тоже Должно быть Какое-то Вот странное То есть Из-за пограничных Какие-то Все время Брались вещи А Томас Ричард Сравнивал свой Труд С искусством Садовника Как вы думаете Что он вкладывал В эти слова Знаете Меня всегда Прожаловало Там был Томас И был Вместе с ним Марио Я не помню фамилию И Это такие вот С виду Когда Вот просто Первый раз Мы встретились И они Свитерочек Брючки Туфли Они как бы Просто разговаривали Начинали Просто так Вводить Рассказывать Чем мы будем Заниматься Такие Аристократичные Спокойные люди Как бы Ангелы Простые Огромные глаза Блестящие Там Ну вот Как-то ты Потрясался Такие Как бы Очень Очень приятные Ну Невероятно Приятные Обаятельные А когда Начиналась Работа Ну я не скажу Конечно Что это Были Звери Но Например Если ты совершаешь Какую-то ошибку Вот они всегда Так Очень Прямо Вот они Прямо Вскрикивали На тебя Так что Ты прям Прям весь Как Я вот Как-то скомканно Говорю Я понимаю Но С искусством Садовника Знаете Я не могу Ответить на этот вопрос Потому что Я не знаю Каково Искусство Садовника На самом деле Как оно Выглядит В чем Она заключена Но А он имел Ввиду Свою актерскую Деятельность Или именно Уже как Последователя Как последователя Ну да Наверное Потому что У них Очень жесткий Кастинг Насколько я знаю Я общался С теми Кто Был принят В Пантадеро Называется Это место Где у них была Локация Театральная Тоже Типа Деревня Где-то В Польше Если я не ошибаюсь И Вот ребята Которые прошли Которые С нами занимались Потом Не всегда Ну точнее Марио И Томас Они всегда Присутствовали Но просто Не всегда вели А вели Вот те Каково Они набрали И говорят Кастинг Конечно Там очень жесткий И они тоже Приходили Огромной группой Ну да Наверное Искусство Садовника Потому что Тот Росток Который Не принялся Его наверное Надо удалить А то что Отросло лишнее Надо отстричь И да Они высекали Мне кажется Ну любой тренинг Как бы Вот что У Судзуки Что У Анатолия Саныча Всегда Как бы Если ты шел Не в ту сторону Тебе говорили Тебе говорили Что ты не туда идешь Но Анатолий Саныч Всегда Предоставлял тебе Свободу То есть У него Опыт был Намного Объемнее Потому что Он не отсекал Твоего желания Он говорил Что как бы Дорога Которая ты идешь Она неверная Но ты должен ее пройти Потому что То что я тебе сказал Что это неправильно Ты мне никогда Не поверишь И твое Я будет орать До последнего Что нет Нет Это правильно Все что я выбрал Не надо этот путь Пройти до конца Ошибочный он Или нет Потому что Опыт Это на самом деле Не победы Это ошибки Это когда ты знаешь Куда не надо ходить А не куда надо Вот это опыт А вот И вот как бы Его искусство Садовника Оно было такое Созерцательное Скорее Но он предупреждал Он всегда предупреждал Он говорил Не надо Но иди Ну потому что Он как бы знал Что все равно Ты как Блудный сын Вернешься И падешь А вот Марио Если ты делал Что-то не так Да Это наказывалось Ну наказывалось Как бы не физически А просто Как бы Тебе высказывалось Что-то нет И Тадаси тоже Он как бы Ты должен сделать так И никак иначе И устремление Всегда было Только в одну сторону Между Российской Польской И японской Театральными школами Существует Огромная разница Огромная А как считаете Какая дала Наверное Больше А какая ближе Ближе Российская Ближе И дала Она больше Потому что Вот Это был положительный Опыт Работы С Последователями Гротовского Работы С С Японцами Но Применить Да и не только Применить Оно все-таки Другое Оно чужое Оно не близко Через какой-то момент Ну да Оно как-то Позитивно Сказывается Грубо говоря На голосе На форме тела На то Что твое тело Научивается делать И может делать В какой-то 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 Длительность Но В итоге Не знаю В итоге Мне кажется Я от этого всего Отказался Как бы оно Знание какое-то Маломальское Там крошечное Песчиночное Оно осталось Но не более того Прибегать к этому Я не буду Потому что Ни одна из этих школ Не убедила меня Так как Допустим Убедила То что я видел То что происходило В лабораторной работе С Анатолием Александровичем И ученики Анатолием Александровичем Игорь Иску Которую Я тоже считаю Гений Потому что Мне кажется Этот человек Объял в себе Знания И смог его Грубо говоря Принять И может Продолжать Конечно уже Со своим каким-то Приловлением Со своим опытом Но Он может Передать И он Знающий человек Александр Огарев Я считаю У него есть ученики Работы которых Я видел Которые Меня Не оставляют Равнодушным И актеры Которые могут Мне кажется Сделать Все И сделают Все Мы еще увидим И услышим Многое о них Максим А с вашей Актерской школы Каковы ощущения С моей Актерской Школы Да какая у меня Актерская школа Предстаньте Моя актерская школа На данный момент Это два спектакля Романа и Жульетта И Ночь не жена Все Вот вся моя актерская школа Все остальное К сожалению Это краснобайство И красноречие Это разговор По факту Я больше ничего Предложить И показать Свою актерскую школу Я не могу Мне нечего Вам предложить Это просто разговоры Пока Ну Я не знаю Как ответить Какое ощущение От съемок в сериалах Рассмешанные ощущения Потому что сериалы разные Люди на них Встречаются разные Режиссеры разные Материалы разные Задачи стоят разные Перед исполнителями Перед теми Кто их создает Перед теми Кто их делает Очень Ни одного сериала Похожего на другой Я пока не видел Отличается Хотя в принципе Грубо говоря Схема Не знаю Схема Методика создания сериала Методика Не то слово Схема По которой их делают Она в принципе Одна и та же Но Мне очень понравилась Работа сейчас В сериале Хиромант Очень Приятно было работать На картинах Второе дыхание И один день Ну Как бы Я не знаю На самом деле Я получаю От своей работы Удовольствие И даже если Возникают какие-то Негативные Или моменты Которые не нравятся Я всегда найду момент Которые мне будет хорошо И где я смогу Грубо говоря Сделать то что Я считаю правильным То что я хочу сделать И поэтому Как бы даже если Есть какие-то моменты Когда ну Но они всегда есть Вы знаете Я Алексей Валерьевич Себряков Задал вопрос Когда мы снимали С летом Я говорю Вот Бывают же такие моменты Когда вот Ну не получилась сцена Ну вот Или там не получилась Роли Он говорит Ну конечно бывает Ну а как А как Бывает попал Бывает не попал Бывает Понял И смог сделать А бывает Понял Сделал В итоге Смонтировали Так что Не понимаешь Кто Зачем Как так получилось То есть тут Ну тут По разному По разному Ну я Я получаю удовольствие От своего труда И я не представляю Не представляю Свою жизнь без него Во время Съемки Таких долгоиграющих Процесс Проектов Накапливается Не только физическое Но и эмоциональное Устало Да есть Есть Сложно Сложно Честно Сложно Особенно Особенно в долгоиграющих Потому что Ты изо дня в день Должен проезжать Изо дня в день Ты должен играть И не по одной сцене И не по две А бывает Десять Пятнадцать А то и двадцать А бывает Что смена закончилась Через четыре часа Ты должен быть Опять на площадке Это очень тяжело Это очень тяжело Правда что во время Съемок молодых и злых Несколько раз Получили травмы Было дело Было дело Автомат Случайно Случайно Уронили на пол Случайно Все случайно Было Я никого не виню Ни на кого Ни в обиде Ни в коем случае Как бы Это рабочий процесс Это возможно Я в театре Один раз упал И на рамок Жюлете Подскользнулся Упал И долбанулся Об края бассейна Так что Забыл кто я Где я И что со мной происходит То есть это От этого никто Не застрахован Единственное Надо быть внимательным Конечно И по возможности Себя оберегать То есть я например Не пренебрегаю Каскадерами Никогда Потому что Это люди профессиональные Они знают Что они делают А иногда бывает Как бы Юношеский максимализм Там желание Постигнуть То все Другое Третье Но если я чувствую Что Как бы Опасно И это может Но никто же не знает Как развернется Что случится Я не пренебрегаю Трудом Профессионалов Потому что У меня есть друзья Профессионалы Которые Я очень горжусь Этой дружбой И горжусь тем Что я знаю этих людей Если я с ними знаком Которые знают свое дело Так что Нам то Любителям Актерам Лучше вообще Не подходить И не соваться Своими советами Потому что Есть вещи Которые мы действительно Не знаем И Лучше Ну как бы Пожалуйста Попробуй Посмотри Я стараюсь Пробовать Там все Ну вот трюки Какие Которые могут Принести вред Покалечить Или не дай бог Лишить жизни Никогда А почему сериал Не досняли Молодые злые Нам объяснили Это тем Что отсутствовал рейтинг Да Прочи отсутствовал рейтинг И поэтому Не видел Руководство канала Продолжать Снимать Этот фильм Вот и все При создании Образа Демидова Какие-то Свои качества Передавали герою Или может быть После работы Какие-то его качества Приобрели Ну Демидов На самом деле Такой Неблизкий мне человек Персонаж И Какие-то Благородный мститель Ну да Благородный мститель Герой Такой Очень Очень темпераментная Личность Которая очень Темпераментно Идет по жизни Ну Многим Приходилось Как и наделять Персонажа Так и Брать из того Что предлагали Сценаристы Хотя со многими Не соглашались Многое менялись Старались Очеловечивать Потому что Бывали предложения Это же Бразильская версия То есть Это как бы Это бразильский вариант Сериала Похититель сердец И Иногда Переводились Сцены Видимо Прям в прямую А это же Очень темпераментные люди Вообще Испания Европа Италия Это Греки Тоже Я вот обратил внимание Они Как-то Очень хорошо Владеют Разговорным Жанром У них уже Даже по жизни Речь Сама по себе Она очень Темпераментная Просто Наблюдать 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 за ними Как они Просто друг с другом Общаются Тоже Безумно Интересно Они ругаются Да У них Очень И как бы Для них Это Приемлемо А Мы все-таки Мы другие Мы другие Люди У нас Друг Ну у нас Все другое Мы Просто Другие И поэтому Некоторые Сцены Были Предложены И так И реплика Которая Допустим Из их Звучала Бы Очень Правдоподобно Из наших Уст Это просто Покрывались Холодным Потом Тряслись Ну например Я не знаю Сейчас Я постараюсь Вспомнить Пример Ну Например Была Сцена Которую Я никак Не знал Как это Сделать По-моему Это было А с Алексеем Дмитриевым Я помню Первый раз Встретились На площадке Он играл Бандит Большой человек Ярославль Удивительный человек И просто Очень рад То что с ним Знаком То что с ним Держу связи Был в Ярославле Виделся И мы играли сцену О том Как я приношу Им деньги А в деньгах Бомба И вот Там Значит Выписано Было В сценарии Так что Я как бы Даю им чемодан Кидаю И начинаю Отходить А у меня Якобы В руках Пульт Дистанционного Управления И Я должен был Сказать на камеру Что Прежде чем Нажать кнопку Я возвращаю Первый Первый Долг Убийцам Моего отца И вот это Я не знаю Вот это Вот Меня вот До сих пор Я сейчас вспомнил Вот Вот Как-то Ну Очень Ну во-первых Пафосно Во-вторых Как-то Ну Как-то Я даже не знаю Странно для русского уха Это вообще Как-то И вот Я бы очень долго бился Но это надо было сказать Ну Я единственное добился того Что я не буду это говорить В камеру И я немножко сделал Упростил Я не помню Какие там Но в итоге Смысл остался Тот же самым И точно Точно так же С передернутым лицом Я это произносил Потому что Домборолось И как-то Все Все Как бы Скрыть Спрятать Не получилось У меня все-таки Что-то где-то Я даже продался Я не знаю Не видел Ну вот это Я помню Что у меня Вот аж трясло Вот Как это сказать Вот Как это сказать Потом была Очень Очень сложная Страшная сцена Когда Якобы Я прихожу На могилу отца И И там был Невероятный Написан монолог На странице Был написан монолог Который Надо было Рыдая И плача На могиле Произнести И Мне Я благодарен Роману Про Свернину Который Снимал Он был Режиссером Мобильной группы И Мы оставили По-моему Две Или три Реплики И то По-моему В монтаже Их Слава Богу Не взяли Это было 40 минут Мне пришлось Самое страшное В том Что В принципе Прошел Год И У меня То же самое Произошло В жизни Я Не акцентирую На этом Момент Как бы Не пытаюсь Увидеть Какой-то Злой рок Но Я еще Помню Я тогда Говорил Что Я даже Не знаю Как это Играть У меня Все Все Хорошо Да И вот Ну Такие Вот Бывает Наделяют Персонажи Таким Количеством Текста А бывало Что Ты приезжаешь И Тебе дается Сцену Из 10 Серии Ты читаешь Прочитал Тебя пока Гримируют Приносят А ты В один день Снимаешь Сценах Из 10 Серии Из 20 Из 25 Вот так Это Процесс Там Невероятный И ты Вот Только что Прочитал Сцену Из 10 Серии Отбросил Берешь Сцену Из 20 Серии Блин Практически То же самое Вплоть Даже До Реплик Иногда То есть Ну вот Вот Это Проблема Долгоиграющих Сериалов Потому что Очень сложно Набрать Много Событий Чтобы Там же Главное Что держит Кино У нас На данный Момент Это Не идея Не тема События Все время Должно Что-то Происходить Если Ничего Не происходит Никто Смотреть Не будет К сожалению А сценаристы Одни и те же У них уже Словарный запас Заканчивается Нет Они же Они же Переводили Наверное Там тоже Было предложение Не ахти Какое Но если У бразильцев Это Ну они Снимают Конечно Вот я Видел оригинал Похититель Сердец Мне Сколько Сердец Я наверное Видел Но они Там снимают Конечно Ну у них Это индустрия Целая У нас Все-таки Пока Еще Нет Так У нас там Был вопрос В чате Интересный Пригодились ли Все эти навыки В театральной И кинопрактике Впоследствии Навыки Какие Приобретенные В кино В театре Ну вообще-то Да Вообще-то Да Ну не вообще-то А да Навыки Которыми ты владеешь Ты ими пользуешься А как иначе И в принципе Не важно Кино это Или театр Но в театре У меня немного работы Поэтому В театре Я не Применяю Практически На данном этапе Ничего Только в тех работах Которые имею А в кино Да Бывает так Что Сцену Которую тебе надо сыграть Тебе Ну Предложение Которое поступает От постановщика Оно Ну ты Не можешь с ним согласиться И чтобы Не убедить А просто Как бы Имея знание Какое-то определенное Ты можешь сделать Предложение От которого Постановщик Не сможет отказаться И в итоге Бывает часто Что сцена Получается Ну не Благодаря Благодаря нашему Совместному Какому-то Ходу Дает ли кино Что-то в плане Совершенствования Да Дает Я пытался Посмотреть Молодые злые Но Меня ненадолго Хватило Потому что Очень много Претензий К себе Очень много Практически По любой сцене По любому вопросу Ну как-то Я вообще С детства Помню Не мог смотреть Видеозаписи Фотографии И до сих пор Для меня Сфотографироваться Это прям Ну Я как-то так Зажимаюсь А в кино Нет наоборот А когда В кино Камеру Я очень люблю Сниматься Ой Вообще Невероятно Люблю сниматься У меня Прямо Вот я Неважно Снимаешь Я каждый день Или нет Не каждый Если вот Например у меня идет Проект И вдруг Предложили новый То вот Первый день Перед первым Съемочным днем Я вообще Уснуть не могу Меня аж Трясет Я волнуюсь Как ребенок Как будто Первый раз Или вот Сейчас у меня Был перерыв Недели всего Слава Богу Я закончил все проекты Ну не все А как бы Один висит Но он это будет Аж весной Продолжение И ждем Натуру Ну то есть В данный момент Работы нет Мне позвонили Говорят Максим Вот у нас Я говорю Хорошо И как бы Завтра съемочный день Я не мог уснуть До пяти утра Потому что Сразу думаешь Как вот хочется Неделю Я правда Неделю провел Замечательно Я сидел с дочкой Нянчился Отдохнул Вообще отлично Но вот блин Когда ты вот это Сидишь И понимаешь Что завтра Тебе опять работать Такая эйфория То есть кино Тебе больше чем театр Я театр очень люблю Ну просто Театр как будто Ты же знаешь Что ты придешь И будешь делать А в кино Ты часто приезжаешь И ты не знаешь Кто твой партнер Кто Как Как Там вот Мне очень Почему еще Мне кажется Нервяк такой Перед первым Семечным днем Потому что Ты не знаешь группу Ты не знаешь Кто это снимает То есть Ты приезжаешь Ты как Грубо говоря Ты рыбка такая Которую Которую с одного Аквариума Сколов Имеет большую занятость И ему нужен Второй состав И вот К марту месяцу Я готовлюсь Как второй состав Принять Спектакль Не совсем А как бы Вторым Помогать Чтобы можно было Ему Заниматься И театром И своими делами И я мог Играть еще одну роль И заниматься Своими делами А в Воронеж Часто приезжаете? Стараюсь У меня мама Там с братом Ну вот Последний раз Был Так Когда же я был Господи Месяц назад Вот чуть Может полтора Нет Я уже запутался Ну где-то Месяц Но стараюсь Стараюсь Вот как свободное время Есть Свободная неделя Я стараюсь Врываться В эту неделю Я не поехал Потому что Я знаю что Я купил билеты У меня мама С братом Приедут на Новый год То есть я знаю что Вот скоро Надо потерпеть И надо было С дочкой посидеть А то приходишь Она спит Уходишь Она спит И как бы не видишь А тут целую неделю Мы вместе Новый год В полном кругу семьи Да практически К сожалению Эфирное время Подошло уже к концу Даже не заметил Час Я разговаривал час Спасибо вам большое Спасибо большое Кто принял участие В выслушивании Моих высказываний Эпитетов И всего остального Прочего Я желаю вам благополучия С наступающим вас Новым годом Крепкого вам здоровья И пусть все у вас будет Хорошо Дорогие друзья Я с вами прощаюсь Ровно на одну неделю 30 декабря Новогодний день